По случаю знаковой даты 60-летия музея обороны Брестской крепости в город над Бугом приехали представители нескольких вузов нашей страны, а также соседней России. Всех этих людей, так же как и брестских историков, объединяет одно. Им не безразлична судьба будущих поколений. Сохранение историко-культурного наследия среди приоритетных задач современников. Именно эту тему затронули участники научно-практической конференции, посвященной юбилею музея обороны Брестской крепости и 45-летию мемориала. Хотели бы, чтобы докладчики немножко раздвинули, может быть, уровень знаний наших научных сотрудников, научного сообщества в плане обороны Брестской крепости, истории Брестской крепости, может быть, какие-то другие темы, которые сегодня станут для нас, может быть, новыми. Музей обороны Брестской крепости имеет богатую историю. В ходе конференции вспомнили о тех, кто стоял у истоков его становления. Кто внес вклад в развитие, принял участие в реконструкции объектов. За долгую историю музей посетили порядка 24 миллионов человек из 140 стран мира. Эти цифры говорят сами за себя. Сохранение исторического наследия главенствующую роль играют люди, в данном случае научные сотрудники. За труд работники музея были удостоены премии президента Республики Беларусь в 2015 году. Однако это не повод останавливаться, а работа здесь не прекращается. Безусловно, главная наша задача – это сохранение памяти тех, кто погиб, кто защищал Брестскую крепость. Да, видимо, не только Брестскую крепость. Сегодня, как перспектива, мы видим, безусловно, нашу основную задачу, в первую очередь, это дальнейшая музификация наших объектов. И надеемся на поддержку бюджета союзного государства, потому что определенные договоренности уже есть. К получению средств из этого бюджета мы планируем музифицировать еще одну из частей юго-восточной казармы – полубашню Барбакан. Музификация восточного форта – это один из последних серьезных, сильных очагов сопротивления обороны Брестской крепости на Кобринском укреплении. Создание одной из экспозиций, мы есть планы в южной казарме. Консервация руин, реконструкция отдельных зданий и сооружений среди задач на ближайшее будущее. Воплощение плана сомневаться не приходится. Исследовательская и научная работа ведется регулярно, в том числе историками из других стран. Открываются новые факты из истории, а потому деятельность направлена на сохранение историко-культурного наследия – тема, которая по-прежнему актуальна.